Весна 1986 года Чернобыль облетела всю страну, весь мир. Она стала символом беды и символом героизма. КОНЕЦ КОНЕЦ Он все еще не может привыкнуть к тишине. КОНЕЦ Каждый раз пробуждаясь после ночи, он словно человек жадно вслушивается в утренние шорохи, пытаясь уловить в них знакомый ритм жизни. А когда убеждается, что это лишь отзвуки прошлого, застывает в горьком раздумье, устремляя свой взгляд в тяжелую и неподвластную живому человеку даль. КОНЕЦ Быстро, очень быстро поднимался рассвет над Припятью. Просыпающийся город еще не подозревал, что на его плечи обрушилась ничем не измеримая тяжесть беды. К тому времени сигнал об аварии на станции уже был передан в Киев и Москву. Сюда спешили те, кто в первую очередь вступит в схватку с невидимым врагом. Город просыпался, как ни в чем не бывало. Где-то там, вдали от него, расползались волны слухов и мистических интерпретаций. Уже неслись в его адрес проклятия и отборные словобрания. Рвались куда-то изо всех сил и ломились у кассы аэрофлота и железнодорожных вокзалов обыватели. Но все это было там. А здесь, в руинах 4-го блока, навечно похоронен Валерий Ходимчук. Во имя других отдали свои жизни ребята из расчета лейтенанта Правика. 126-я медико-санитарная часть города переполнена пострадавшими. 6-я московская радиологическая клиника уже принимала облученный персонал 5-й смены станции. На смену выбывшими из строя заступали новые люди. С разбушевавшейся стихией продолжали сражаться те, кто в числе первых протянул руку помощи. И трудно было поверить, что в двух километрах по прямой от города произошла серьезная авария. Что жизнь в городе и его окрестностях, невзирая на сложность обстановки, протекает своим чередом. И никто, никто из местных руководителей не посмел объяснить людям правду, горькую правду. Паника. Это слово магически действовало на некоторых. Но только ли паники опасались они? Только ли боязнь ее двигала ими во время чернобыльских событий? Сегодня ясно другое. А тогда механизм принятия ответственных решений, связанных с защитой здоровья людей, не выдержал серьезных испытаний. Бесчисленные согласования и увязки привели к тому, что почти сутки город не знал, как вести себя в этой сложной обстановке. Не все разрешали снимать, и не все из-за снятого удалось сохранить. Уж слишком много непонятного было тогда в городе. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная расстановка. Бортийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помните, в единый клубок переплел век наши дела и судьбы, и ошибка, вчера еще такая безобидная, сегодня может оказаться поистине роковой. Субтитры делал DimaTorzok